одна из канавок выглядит так но она не единственная у нас пойдемте на другую здесь как вы видите обстановка несколько повеселее здорово ребята сегодня 23 августа вот 8 скоро вступит свои права уже воздух и такой теплый но свежий сегодня попробуем помормышать на канале инструмент у нас будет мотаги тв а 662 ксу от 0 2 до грамма было мотаги 562 602 сейчас попробуем на 662 как вы знаете мотаги выпускают не спиннинги на бланке и на их основе уже люди сами собирают себе какие хотят ставить кольца катушку держать в общем фурнитуру на свое усмотрение делаются либо сами либо заказывать мастером различным коих большое количество на нашем пространстве посмотрим как вылетает мотари блин рыбка лечится пусть и мелкая но блин все же не терпится ловить надо расскажу а выглядит мотаги это вот таким вот образом сразу скажу спиннинг это не мой спасибо руслану за возможность половить им и он заказал вот такое исполнение вышел он ему в 33 тысячи рублей мастер сергей жучков там была интересная история возможно когда-нибудь руслан сам запишет видео и расскажет в этой ситуации так катушка суара размер шпуля 2000 и на шпуле намотана ниточка это дуэл хардкор the one 008 самый маленький зеленая обмотка колец да что ж такое-то рыба прям просит чтобы я быстрее предложил ей приманки смотрите зеленая обмотка какие крупные пальцы однолапы просто большущие входной так вообще как ноунцовки меня меньше такой вот спиннинжок по балансу ссорой отлично передний хват и такая вот амплитуда либо не дает вот такой вот кач бланка ладно привязываем силой окунь наверно плотва схватила 0 2 грамма и фиолетовый мотыль здесь уже на выматывание почти под берегом довольно большая и бойкая плотвичка неплохая спиннинг длинноват конечно принимать не особо удобно вот такая вот плато на вот такой вот инструмент хорошая красавица серебристая рогатина люди ходят но как видно уже не мусорит это отрадно водички кстати после этих всяких дождей которые были последнее время существенно прибавилось сантиметров наверно 40 это уж точно это окунёк по любому окунёк под берегом то что-то саша как-то так разучился определять рыб ну стёрка или подлещик то это заказал тут на днях полотенчика себе новое не кухонная уже а флисовая приятная на ощупь будем пользоваться с карабином все дела и тебя туда же освоясь то бишь так все это дело выглядит после каждой поимки когда положишь спиннинг на траву отцепишь рыбку отпустишь красиво воду с видео целый квест приходится пройти распутать он по . кормить сверху прям стоит целый квест приходится пройти распутать из травы крючок травы много ждем осени чтобы было поспокойнее и поприятней передвигаться и ловить на каналах проведем осенью обязательно между собой чик здесь по ловле рыба на спиннинг с берега на морма следите за новостями все новости как обычно будет в телеграм канале мармышинг в тубне заходите подписывайтесь делитесь все как обычно а вот и полосатый клюнул здесь под берегом как я и планировал что во втором случае будет он тогда оказалось густера это уже white bait в машинном масле да и хотелось сказать пару слов все-таки сравнение спиннингов часто люди ищут чего-то более лучшего это все правильно хорошо но не всегда более дорогая снасть будет лучше тот же гамарус стоит насколько он стоит 15 вроде новый на рынке сейчас стоит данном случае мотага 33 и меня гамарус на мотаге вы не получите в два раза лучшую чувствительность два раза больше дальность заброса нет к сожалению если говорить в общем-то гамарус мне намного лучше именно вот этой мотаге ничего не имею против такой сборки ничего не имею против вообще мотаге бланков в принципе он гамарус как по мне собран идеально под ловлю весами 02 03 01 грамм на тонкие лесочки 006 008 геосен монопе дуэл хардкор заван в общем самые популярные линии которые используют рыбаки гамарус меня пока number one попробовал я не так много снастей тем более в таких вот дорогих сегментах можно так сказать на лучше гамаруса пока к сожалению ничего в руках не держал возможно вам мотаге будет более интересно в плане тактильной чувствительности заброса контроля проводки вариативности различных проводов но мне как-то так вот еще раз спасибо руслан за возможность половить этим инструментом жалко рыба конечно не клюет комары уже нас то чертели да кстати вот я всегда замечал что на канавах вечером очень плохо клюет рано утром в обед еще куда не шло а вот как солнышко заходит за кусты именно вечерний вот даже не сумерки сейчас еще еще шесть часов только вот уже почти прекращает клевать рыба такая специфика водоема возможно у кого-то кто здесь ловит все по-другому но вот я замечал что именно так увеличил вес снова окунёк поставил уже 025 надежде хотя бы окуня поклюют но нет только с четвертого заброса наверно то такой же маленький не клюет рыба перемена погоды не знаю вечер как я уже сказал он не клюет повесил приманку на кусты да и забыл сказать не поленился я поставил шпульку с монолеской после обрыва ноль ноль шестьдесят четвертая сила колник все по стандарту вдоль самого-самого берега куньё с мизинец прям нужно закинуть под самые-самые кустики и аккуратно провести бывает что леска ложится на ветке но удается сдернуть куда пропал весь крупный окунь отсюда а там уже кто нифига он дал а вот и окунь хороший оборвал вот и окунь я веду 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 смотрю почему-то леску сюда пошла и как дал стрякача оборвал дуэл 008 а дуэл это монка монка который мне не нравится колмик силы я уже которым видео говорю быстрее бы она закончилась намотать свой любимый алвега эволюшин 006 либо лаки джон микрон 0066 колмик все не заканчивается не заканчивается вот такие досадные обрывов может быть фрикцион конечно под затянут но вот только хорошее есть тут есть не помню на чё я поймал вроде вот этот цвет и вот такая вот мормышка хотя нет потяжелее многие из вас скажут а был бы дуэл герсон там какой-нибудь или что-то подобное ты бы почувствовал поклевку на мотаге а так как ты ловишь на своем моно то даже на мотаге ты ничего не почувствуешь нет не так так поклевка была прямо на падении на монку тоже часто все прекрасно чувствуется тычки прищипывание и я ловлю на монку намного чаще люблю нравится и вам советую как же ты гнешься то такой маленький окунёк спиннинг длинный выгибается неудобно прям у края уреза воды стоять спасибо тебе дружище чистенький маленький полосатик вот она поклевка ух ты вот она рыбка не сказать что расклевалась возможно просто нашел точечку приманку но под вечер не все так плохо как я говорил давненько я тут не был есть оказывается еще один подход где вырубили пусты можно классно половить вот она поклевка снова окунь да снова окунь снова окунь снова здорово окунёк в одном а тем не менее еще один плюс такого длинного спиннинга это что очень удобно делать вот такие вот забросы коротышом конечно не получилось бы в каждом минусе есть свой плюс при определенных условиях да давай вот здесь где то сейчас клюнет окунёк вот он да вот и он ленинградский почтальон окунёк 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 мне уже пора собираться давайте последний заброс на сегодня и буду сворачиваться вот как то так сегодня половил на маташку 662 0 2 1 грамм рыбы было немного рыба была мелкая но удовольствие получил до скорых встреч всем счастливо всем пока уже выключил камеру приманка оставался в воде поднял вертикально а там окунь в заглот ладно всем счастливо всем пока